Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, инфекции, передаваемые половым путем, много ли их и каковы последствия? Смотрите, если мы говорим про инфекции, которые передаются половым путем, это вот такой термин, который включает в себя много разных инфекций. То есть по одним данным это 30-40 инфекций разного, то есть источника вирусная, бактериальная и так далее. Самые основные это вот, например, сифилис, гепатит, ВИЧ-инфекция, да, тоже потому что, как правило, в нашей республике Хакасия основной путь передачи на данный момент это незащищенный половой акт, половой путь передачи. Вот и поэтому, конечно, вот в рамках сейчас проводится неделя профилактики заболеваний, то есть инфекции, которые передаются половым путем. И в рамках вот этой недели проводятся различные мероприятия, чтобы напомнить, чтобы, так сказать, повысить информированность граждан об этих заболеваниях и что это заболевание может коснуться каждого человека, каждой группе риска. Вот сегодня мы говорим про ВИЧ-инфекцию, вот чем она характерна и чем отличается вот от других заболеваний? ВИЧ-инфекция это, к сожалению, на данный момент уже такое хроническое заболевание, которое будет на протяжении всей жизни. Если человек заражается, да, этой инфекцией, то до конца своей жизни он будет, ну, то есть болеть этой инфекцией. И на данный момент ее полностью излечить невозможно, да, только есть определенные виды терапии, которые позволяют человеку также продолжать жить, поддерживать качество жизни и уровень жизни. Но очень важно, что это не приговор. Это сейчас, это не приговор, это многие, как бы, врачи, многие специалисты говорят, что, ну, вот есть сахарный диабет, да, он тоже вот до конца жизни человека. Так же, как и ВИЧ-инфекция, хотя, конечно, может это чуть некорректно сравнивать. Но по смыслу можно сказать, да. Главное, чтобы человек осознавал, понимал, да, что ВИЧ-инфекция есть, и ему необходимо всегда смотреть за своим здоровьем и принимать терапию и те рекомендации, которые ему дает лечащий врач. На сегодня вот какая ситуация у нас по Хакасии? У нас меньше стали больше болеть, что происходит? По республике Хакасии, если мы говорим про ситуацию, то с первого выявления, это 97-й год, у нас на сегодняшний момент это состоит от 3764 человек. Это за все время было выявлено столько человек. С 97-го года? Да. За 23-й год выявлено было, за этот весь период, на 1 мая, было выявлено 69 случаев. То есть большинство – это, конечно, мужчины. У нас по демографическим разрез делам, то там, конечно, подавляющее большинство – это вот мужчины выявляются. А возраст? Возраст, я вам точно не могу сказать, возраст, ну, где-то с 35-ти. То есть мужчины зрелого, среднего возраста? Когда мы говорим про какие-то показатели, то, в принципе, у нас не слишком по демографическому положению отличаются от других регионов нашей страны. Ну и основной путь передачи, на чем мы делаем акцент, это вот половой путь. Поэтому мы видим, да, что основной путь передачи ВИЧ-инфекции является незащищенный половой акт. И мы делаем, как бы, основу то, что вот есть профилактика. Необходимо соблюдать определенные меры для того, чтобы избежать потенциального заражения. Потому что мы говорим, что легче, как бы, предупредить заражение, чем потом уже с последствиями, как говорится, бороться. А вот как раз про меры профилактики, Алексей, вы не могли бы рассказать нашим телезрителям? Смотрите, у ВИЧ-инфекции есть основные пути передачи. Это половой путь, наркотический путь и вертикальный путь от матери к ребенку. Давайте остановимся на половом. То есть, если мы говорим про этот путь передачи, то, как правило, это незащищенный половой акт. То есть, по определенным причинам люди, может, не хотят использовать различные методы барьерной защиты. И вот случайные половые связи – это все рискованные ситуации. Потому что человек, когда вступает в незащищенный половой акт, если это, например, случайный половой акт, он не может знать, чем болен человек. И это человек, который… он тоже может не знать, потому что многие инфекции, они проходят скрыто. То есть, без какого-то теста это очень сложно понять. Поэтому всегда необходимо, и вот в своей работе по профилактике я всегда говорю, что всегда необходимо практиковать защищенный половой акт. И вопрос не стоит в том, что доверяете или не доверяете вы своему половому партнеру. Просто это методы защиты своего здоровья, либо здоровья вашего партнера. И как бы необходимо в хорошей ситуации знать не только свой статус, но и статус своего партнера. Алексей, ну вот это бывает в бытовых случаях, там какие-то заражения, я не знаю, парикмахерская, стоматология, возможно ли? Смотрите, вот когда мы говорим про бытовые ситуации, то, как правило, в бытовых условиях практически невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией. Потому что ВИЧ-инфекция вирус содержится в определенных жидкостях человека. Это, например, кровь. Мы всегда говорим, что вот в бытовых условиях очень сложно заразиться, но в любом случае надо соблюдать все меры профилактики и нормы личной гигиены. Как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией? Нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией через объятия, через прикосновения. Как правило, сейчас невозможно в медорганизациях, потому что есть контроль качества, есть контроль. За этим большая проходит работа. И в стоматологиях практически невозможно. Алексей, вы сейчас в Хакасии, вы объявили, что у нас неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию. Это где и куда это будет проводиться? Куда людям обращаться? На данный момент сейчас у нас с 10 мая по 21 мая проходит декада, комплекс мероприятий, который направлен. Вот 21 мая у нас Всемирный день памяти умерших от СПИД. И в рамках этого дня мы проводим этот комплекс мероприятий. И проходит неделя тестирования в каждой медицинской организации, и в муниципальных образованиях, по всей республике Хакасии. Каждый желающий может пройти экспресс-тестирование. То есть экспресс-тестирование – это анализ по крови. В течение 20-30 минут результат будет готов, и вы можете вот так быстро, достаточно узнать свой результат. Это практически во всех медицинских организациях. Это бесплатно или записываться надо? Это бесплатно, это в рамках… То есть это конфиденциально и бесплатно. Спасибо большое, что вы пришли к нам на РТС и ответили на наши вопросы. Это была программа «Вопрос дня». В студии работала Ольга Барловская. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»